всем добрый день с вами снова роман четвертных и сегодня мы с вами будем говорить о пылесосах и свежем воздухе в квартире наступает лето и количество пыли резко увеличивается возникает вопрос что же купить новый пылесос или еще один пылесос или сойдет старый пылесос или нужно заменить ему хипофильтр или купить воздухоочиститель каким образом сохранить чистый воздух которым приятно дышать и который не будет вызывать никаких последствий для жизни вашей семьи сегодня я расскажу о пяти приборах это ключевые приборы которые я использую на постоянной основе аккумуляторный пылесос on limit 6 атлет проводной пылесос bosch напольный воздухоочиститель просценик a8 оснащенный фильтром хепа h13 который появился у меня относительно недавно и воздухоочиститель системы увлажнения воздуха sharp тори шина джуэл пиона карли ванда в сборе и начнем из аккумуляторного пылесоса который используется чтобы чистить поверхности в экстренном порядке мгновенный аккумуляторный прибор который позволяет убирать на шкафах под диванами в комоде то есть собирать пыль везде где только вы ее обнаружили в любой момент времени просыпалась что-то на кухне замусорилась решетка воздухозаборника на кухне либо в ванной или вам нужно очистить сушильный автомат по-быстрому или рассыпались крошки это самый лучший вариант прибор весит минимум чуть больше килограмма у саму прибора есть съемный аккумулятор если у нас сел один аккумулятор надеваем другой аккумулятор и продолжаем работать поэтому это самый востребованный и самый необходимый прибор который позволит следить за чистотой в любой момент времени и он имеет соответствующую высокую производительность а самое главное он всегда готов к работе есть ли перед вами стоит задача ежедневной уборки для того чтобы справиться с большой площадью поверхности его мощности его продолжительности работы не хватит нам нужен мощный напольный пылесос для этого я использую аккумуляторный пылесос atlet данная модель является напольным пылесосом мощный аккумуляторный прибор который позволяет убирать поверхность пола очень длительный период времени то есть 20-30 минут и при этом имеет производительность обычного пылесоса время его работы составляет около 15-20 минут одной зарядки на максимуме он пылесосит ковры он пылесосит обычный пол может очистить любую поверхность от загрязнения является аналогом обычного проводного пылесоса и справляется со всеми подобными задачами. Он собирает любые загрязнения в коридоре, когда с обуви сыпется грязь и пыль. Поднимать его очень сложно, он тяжелый, ухаживать за ним сложнее, чем за обычным аккумуляторным прибором, но тем не менее он хранится в вертикальном положении, сможет заменить обычный пылесос на основе ежедневной уборки. Для генеральной уборки, для того чтобы играть в квартиру раз в неделю, нужен обычный проводной пылесос, который может работать на протяжении часа, полутора, двух и реально пылесосить, выедать грязь из любых поверхностей безостановочно, потому что та же предыдущая модель атлета, она для генеральной уборки не подходит. Одну комнату убрал целиком и все, нужно тратить еще 4-6 часов для того, чтобы его зарядить. Проводные приборы можно разделить на контейнерные и мешковые. Я принципиально отказался от контейнерного пылесоса, потому что это очень неудобно, вот это вытряхивание мусора оттуда. Каждый раз, независимо от того, 5 минут ты пылесосил или час, неприятные запахи от самого прибора, потому что в подобные приборы не устанавливаются никакие дополнительные угольные фильтры. Сам факт, что этот пылесос просто не гигиеничен, он оставляет определенные неприятные ощущения. Поэтому основной рабочий пылесос, который предназначается для генеральной уборки, у меня мешковый. Мешки одноразовые, мешки можно заказывать фирменные, можно заказывать в обычных магазинах, можно заказывать из Китая, но я предпочитаю фирменные, у них гораздо выше степень фильтрации. Радиус действия этого прибора 15 метров, поэтому при установке его в розетку, например, в центральном коридоре, его радиуса действия хватает по всей квартире, включая те же самые балконы. Да, он шумный, да, от него нехорошо пахнет, особенно когда он долго работает. Если от вашего пылесоса плохо пахнет, то вы всегда можете взять и всосать с помощью этого пылесоса ваниль, корицу, либо другую специю. На протяжении долгих месяцев от вашего пылесоса будет идти приятный запах, даже если в вашем пылесосе нет никакого угольного фильтра. Настоящий полноценный HEPA-фильтр, тот самый, который очищает воздух и защищает вас от различных аллергических реакций, от продуктов жизнедеятельности, пылевых клещей, различных запахов, аллергенов, содержится только в пылесосе проводном, потому что все остальные приборы, даже если на них написано, что у них есть HEPA-фильтр, мы с вами отлично понимаем, что скорости их воздушного потока не хватило бы на то, чтобы заставлять воздух двигаться с высокой скоростью через HEPA-фильтр. Поэтому, если там и стоит какой-то аналог HEPA, то к настоящему HEPA он, конечно, имеет очень отдаленное отношение. Аккумуляторные контейнерные пылесосы чистятся довольно легко, у них очень маленький диаметр самого контейнера, поэтому нажатием буквально на одну клавишу мы с вами его можем открыть и опражнить. Пыль никуда не просыпается, что очень удобно, а так как вы включаете на очень короткий период работы, то в этом случае и пыли там немного, поэтому очищается на очень и очень просто, что в одном, что во втором пылесосе. Что касается больших приборов, пылесосов контейнерных, напольных, то у них очень большой объем контейнера и большой диаметр, поэтому очищать их очень неудобно и пыль летит во все стороны. Это было главной причиной отказа от использования контейнера в долгосрочном пылесосе, работающем от проводов. Необходимо использовать в квартире различные системы очистки воздуха, ведь пылесосите вы раз в неделю основным пылесосом, а очищать воздух нужно постоянно, потому что пыль попадает всегда. Даже если у вас дома стоят рекуператоры, то каждый раз открывая дверь, вы все равно не можете избежать, чтобы вам в квартиру не попадала пыль. А ведь пыль возникает не только с улицы, пыль возникает даже от обычной одежды, которую вы сужите в сушильном автомате и стираете в стиральной машине. Она летит из вентиляционных шаг, то есть буквально отовсюду. От этой пыли, от этих загрязнений, от этих бактерий необходимо воздух очищать. Если же пыли на полу нету, а пыль находится только в воздухе, то ловить эту пыль пылесосом, как мы понимаем с вами, довольно проблематично, да и бессмысленно. На подмогу приходит достаточно большой, тяжелый, по своему размеру и форме прибор. Воздухоочиститель, воздухомой и увлажнитель естественного увлажнения. Шар, по нем я уже рассказывал отдельно. Прибор, требующий довольно-таки серьезного ухода, потому что в него заливается вода. Требуется постоянно очистка, очистка с помощью парогенератора, потому что руками его довольно сложно очистить. Периодический уход за фильтрами примерно раз в 2-3 недели, может быть в месяц, в зависимости от частоты ухода. Нам приходится мыть эти фильтры. Рано или поздно, а скорее всего рано, нам придется с вами заменять тот же самый угольный фильтр, который там стоит. Поэтому он идет как тяжелая артиллерия. То есть мы заливаем туда воду, он увлажняет воздух или чаще всего не для увлажнения используется, а для того, чтобы очистить воздух. Потому что воздух, который был очищен, им дышать гораздо приятнее. Кто-то скажет, что это эффект плацебо, но тем не менее воздух, который был очищен, воздух, который прошел сквозь воду, гораздо приятнее для дыхания. Потому что возле моря гораздо легче дышится, чем, например, в той же самой пустыне. Данный прибор имеет недостатки. Он дует вверх, как и, собственно, пылесос. В стороны, куда угодно он выдувает воздух на человека. Поэтому ставить его ночью в спальню довольно проблематично. Из-за направления воздушного потока и из-за того, что ему постоянно нужна вода. Как только вода заканчивается, прибор начинает пищать в самое неудобное время. Если вам нужно просто очищать воздух, вы не хотите за прибором фактически ухаживать, заливать воду, очищать его, то нужен аналог пылесоса, только который не пылесосит, а просто прогоняет воздух сквозь хепофильтр. И вот такой прибор недавно мне достался. Посмотрите на это чудо. Воздухоочиститель Pro Scenic A8, оснащенный фильтром HEPA-H13. Вентилятор, оснащенный HEPA-фильтром. Гораздо более легкий и мобильный прибор, который можно ставить в любую комнату. Он похож на известные нам систему увлажнения либо воздухоочистителей. Но у него неподвижная система фильтра. То есть у него стоит настоящий полноценный HEPA-фильтр. Я бы даже сказал, что более серьезный, чем в пылесосах. Он больше похож на воздушные фильтры автомобильные. Он находится неподвижно, поэтому шума от воздухоочистителя очень и очень мало. В нем вращается только вентилятор. То есть это простейшая конструкция. Он забирает воздух у вас из помещения, продувает его сквозь фильтр и выдувает его очищенным. Воздухоочиститель, по сути, работающий на основе обычного пылесоса. Главную свою задачу очистки воздуха он выполняет на 100%. При этом прибор может работать постоянно. Он не мешает. Он очень тихий. У данного прибора есть несколько режимов работы. Ночной, обычный и интенсивный. В приборе красивая подсветка. Можно использовать и как ночник, не включать других лампочек. Светодиодная лампа внизу имеет определенный смысл. Такая путеводная звезда, маяк, который не даст вам ночью столкнуться с каким-то препятствием. У прибора есть функция блокировки от детей. Само собой, как у любого китайского прибора современного, здесь есть Wi-Fi управление, которое позволяет его включать дистанционно, не находясь дома, находясь где угодно, следить за необходимостью очистки воздуха, приложения и, в общем, все понятно. Если вам потребуется услуга по подбору бытовой техники, вы хотите проконсультироваться по необходимости и по условиям эксплуатации того или иного прибора, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где вы можете получить всю необходимую информацию. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. До будущих встреч. До свидания.